Всем добрый вечер, меня зовут Алексей Тарасов. Сегодня мы проводим несколько необычный вебинар, на котором, как уже сегодня спросили мне присутствующие в аудитории слушатели, нужно ли что-нибудь для вебинара, сказал не нужно. Вебинар, для которого ничего не нужно, только ваше присутствие и осознание проблемы, которые есть. Сразу хочу сказать, что я работаю в специалисте уже больше шести лет и буду говорить о том, о чем я знаю точно, что можно сказать, а именно о проблеме. Как выйти из тупика основ JavaScript? Что я имею в виду? Шесть лет подряд ко мне приходят слушатели, которые частенько начинают заниматься JavaScript, первым уровнем, то, что соответствует основам ECMAScript. Они ходят на занятия, они слушают. Сегодня у одной группы было второй день занятия. Они печалятся, потому что порой самые простые вещи, как оказывается для них, становятся или оказываются очень сложными. Ну вот пример. Вчера у меня спросили, придя на курс JavaScript, а где, на каких сайтах используются циклы? На каких сайтах используются циклы? Когда я сказал, что на всех, на меня недоверчиво посмотрели, и мне пришлось приводить примеры, которые демонстрируют использование циклов в JavaScript первом. И это грустно, потому что вообще-то все, кто изучал школьную программу, они по-хорошему знают, что такое циклы, где они используются. Но жизнь такова, что многие, придя на курс, они не помнят школьную программу. Я и сам ее толком хорошо, местами не помню. Итак, человек приходит на первый уровень ЖЭСа. Он изо всех сил заточен на то, чтобы изучать язык. Он знает, какая зарплата, которую получают программисты. Он знает, что на работе это требует. Да, он знает, как друзья говорят. Он видит отзывы в интернете. Он видит восторженного препода, который распинается возле доски. Но проходит два с половиной, от силы три часа, и человек чувствует напряжение где-то в голове. Оно охватывает его, потом паника, потом беспокойный взгляд. И он понимает, что все по пару. Деньги заплачены, курс идет, а он ничего не понимает. И вот я об этом сегодня хотел бы с вами поговорить. Пару слов о себе. Веду курсы больше шести лет, являюсь сертифицированным специалистом. 70-480 экзаменов с плечами. Это макрософтовский экзамен по HTML, JavaScript и CSS. Есть статус Zend Engineer. Это очень популярная, известная сертификация от PHP, от бывшей компании Zend. Ну и автор единственных в центре специалистов, в центре специалистов квестов, которые проходят после каждого курса у моих выпускников. И об этом я тоже сегодня хочу вам рассказать. Итак, человек пришел на занятия. И вопросы, которые я слышу на каждом занятии, вот вчера и сегодня, как последний раз слышал. Значит, во-первых, человек не понимает, какая тема может быть востребована, какая может быть невостребована. Я уже про циклы рассказал. Вот сегодня была тема на первом уровне JS, а мы изучали объекты. Вообще, я предполагаю, что вы знаете, что такое объекты в JavaScript. Но, тем не менее, у нас есть определенная тема, объекты. И мне вдруг неожиданно задают вопрос. Это на каких сайтах используется? Так же, как и про циклы. Да, пожалуйста, вопрос. Вы на первом занятии, первого уровня, изучали объекты? Нет, я не сказал, что на первом занятии. Это было второе занятие, второй день, четвертый модуль. Это уже было, получается, за половину курса мы заступили. Ровно половина курса прошла, там после обеда тема объекта. И вот, и мне надо было, ну, как-то из этой ситуации выйти, а просто так говорить, что везде тоже не катят. Я решился сегодня вот сыграть в Абанке, говорю, назовите любой сайт, который вы знаете. И мне называют сайт azon.ru. Этот сайт все знают, это интернет-магазин, да не будет это звучать рекламой. Я открываю этот сайт, исходный код, и хорошо, слава богу, там внутри оказывается на первых строчках внутри кода описание объекта. Да, Сергей, я исправлюсь и буду дублировать вопросы из аудитории. Хорошо. И я говорю, вот, вот здесь используются объекты, признаюсь, что мне и им повезло. А дальше говорю, ну, вы же понимаете, что это, как бы, опять же, это, ну, мы увидели, что там они есть. И тут же из аудитории следует вопрос. Алексей, а поясните, пожалуйста, а что имел в виду автор, когда записывал то, что мы сейчас видим? Я отвечаю ему, нашему слушателю, приблизительно так. Давайте я сейчас напишу какой-нибудь кусочек кода, использующий переменную i, i равно 3. И выйду из аудитории, а вы всем оставшимся расскажете, что там имелось в виду. И, ну, я как бы показал тем самым, что непонятно, что автор имел в виду. Ну, понятно, что у него крутится у автора какая-то объектная модель. Понятно, что он там пишет код, свойства метода. Но я не могу прокомментировать чужой код, когда я не погружу в эту разработку на озоне, что там они имели в виду. Ну, догадаться, плутаться могу, но не больше. И вот наши слушатели сталкиваются с проблемами. Циклы, массивы, объекты, каша в голове. Пригодится это или не пригодится? Будет вас требовано или нет? И чаще всего, поскольку тут же вот рядом мы это все делаем только в консоли, а в браузер-то не выводим. Это же яхмаскрипт, у человека стресс. И как-то снять этот стресс надо и не вспомогательными средствами, а как программисты понять, распознать и использовать на практике. Другая проблема. Часто говорят, в аудитории все так классно, все понятно, я прихожу домой, начинаю выполнять домашнюю работу и непонятно, как ее выполнять. Третья проблема. Курс пройден, все круто, мы все поняли. Мы сдали даже тесты, маленькие тесты, чтобы на повторение материала. А давайте мы сейчас придем на собеседование и мы почему-то там зависаем. Или мы сталкиваемся со своей проблемой и не можем ее решить. И вот Василий, я позволю себе прямо сейчас прокомментировать его вопросы, а не на потом оставлять. Василий говорит, это именно проблема центра специалист. В частности, что нет тестирования при наборе на курсы, лишь бы набрать народ. Вот, а я не согласен с Василием, потому что на моих курсах есть тесты. Ну, я каюсь, входные тесты я не очень люблю давать, потому что это напрягает психологически начинающих разработчиков. Но вот тесты во время занятий, чтобы проверить, как я рассказал материал, и тесты в конце зачетные, это ого-го. Вот у меня 100%, придете, убедитесь. Юлия говорит, если курсы позиционируются для людей с нуля. Ну, у нас для людей с нуля в чистом виде только один курс, он называется БКП, основа компьютерной грамотности, да. А если вы приходите на HTML, вы говорите, что вы умеете работать с компьютером и быстро печатаете. Если вы приходите на JavaScript, вы говорите, что вы умеете работать с HTML. То все-таки какая-то у нас все-таки иерархия есть. Поэтому вот еще раз, люди приходят на JavaScript после HTML, они ждут, что будет слайд-шоу, лайтбокс, галерейки. А ничего этого нету, потому что это як-маскрипт. Да, говорит Василий, что приходишь и читаешь энциклопедию для людей в теме. Ну, Василий, будем откровенны, будем откровенны. Процентов 50, те, кто приходят на JavaScript первый, они думают, что не знают HTML. Это проблема. Ну, тут уж я ничего не сделаю, да, кроме как могу усилить преподавание по HTML. Так вот, я хочу вам предложить некоторые мысли по решению этой проблемы. Во-первых, для того, чтобы не зависнуть на и после первого курса JavaScript, который у нас в центре. Приветствую, Дмитрий, которые вы там, может быть, сами изучили самостоятельно. Когда вы оказываетесь после изучения определенной темы в зависании. Что нужно делать? Во-первых, нужно пытаться решать новые задачи. Я знаю, какие сложности при этом всех сопровождают. Я не могу решить сложную задачу. Мне непонятно, с чего начать. Первый рецепт, рекомендуемый всем, это начать повторять за теми, кто уже решил задачу. На этом иногда поставили частично мои занятия на всех курсах. То есть я даю демонстрацию, потом предлагаю решить самостоятельно задачу, потом мы обыгрываем все более и более интересные сложные задачи. И к концу курса, может быть, приходит осознание того, как решать другие задачи. Второе. Ежедневная практика. Ну, то есть, вот опять возвращаемся к проблеме. Человек пришел на первый уровень с нуля или не с нуля. Он посидел на занятии, а потом через 1, 2, 3, 5 дней вдруг понимает, что он хотел от курса получить следующее. Отучившись с 10 до 5 на этих занятиях, вдруг начать решать задачи. А где же практика? А где же самостоятельная работа? И знаете, что я слышал на одном занятии? Правда, это было года 4 назад, но тем не менее, это было. Слушайте, я сказал, я разочарован вашими курсами. Что же такое? Я понял, сделал вывод, что теперь после этого курса мне нужно еще и будет книжку читать. И вот тут я, конечно, был в растерянности, потому что, а после какого курса книжку мне надо читать? Назовите мне такой курс. БКП, может быть, или еще что-нибудь. Короче, вот есть такое немножко странное представление, что как будто вот курсы, все, даже для новичка, но читать не надо. Надо читать и смотреть. Если вы хотите вникнуть в тему, получать зарплату, ту, которая там в средней по Москве, среди джаваскриптеров, или там на кодеске, или обборке, там рекомендуется фрилансерами и так далее. Надо работать, чтобы такое получить. Наш вебинар бы не прошел бы, если бы рекламный отдел не заставил нас рекламировать новые курсы. Так вот, помимо решения новых задач, ежедневной практики и решения кругозора, нам нужно как можно быстрее, после первого уровня джаваскрипта, выйти на такие темы, которые вы можете пощупать, можете понять, можете применить в браузере или на сервере. И сегодня я буду рекламировать вам, призывать вас изучать джаваскрипт и его клиентские фишки, а именно дом и события. Здесь нужно пару слов сказать, что такое дом и что такое события. Могут не все знать. Итак, представьте, что мы создаем HTML документ, или смотрим существующий, и забираемся по быстрой клавише F12 в исходный код. Вот здесь отключаем мобильный режим работы. Вот этот вот я сейчас справа размещу, потому что мне так нравится. И вижу вот этот отладчик. Если вы на первом курсе не видели вот эту часть в браузере или вам не показывали, ну ваш курс потерял процентов 10 фишек, которые можно было изучить. Что мы перед собой видим? Вот то, что вы сейчас видите, это называется документ, обжект, модул, или сокращенно, дом. Ну, либо на курсах ПКЛОКС и говорить, что мы бы изучаем подробно дом 2, потому что версии дома вышло несколько. Самая последняя, четвертая, она используется не очень часто. Там сложно, будем откровенны. Дом 1 – это то, что используют все подряд, и он уже настолько устарел, что фактически как бы знание и понимание дома 1 предполагается, что и так для всех используется и применяется. А вот дом 2 – это то, что позволяет нам понимать вот эту структуру, работать с этой структурой и использовать различные классные вещи, которые мы не можем делать согласно стандарту EFM. Пару слов о доме, о документ-обжект-модел. Ну, во-первых, каждый фрагмент, который вы сейчас видите, показываемый мной в этой области, представляет собой некоторый узел, некоторый объект. Вот она прямая связь с курсом JavaScript 1. Видите боди? Это не просто дурацкий чтенол элемент боди. Это некоторый узел, у которого есть свои свойства, у которого есть свои методы. Если вы понимаете, о чем я знаю, курсом JavaScript 1. И вы можете находить отдельные фрагменты в этом узле, дивы, классы, спены, удалять их, добавлять, клонировать, менять на лету их свойства, делать так, чтобы при нажатии на какую-то клавишу или при вводе какого-то текста у вас выполнялся какой-то расчет, автоматический поиск чего-либо, ну, правда, на локальной странице и так далее, и оживлять вашу страницу реальными примерами. Это и есть дом, и это и есть, соответственно, ивенс, события по обработке вещей. Поэтому этот курс кому может быть интересен? Во-первых, он может быть интересен фронт-эндщикам, фронт-энд-разработчикам. Ну, опять же, кто такие фронт-энд-разработчики? Те, которые в основном сидят на стороне клиента, то бишь браузера. Важно отличать их от бэкэнда, то есть от серверного программирования. Сегодня спрашивают у меня слушатель на курсе первого джаваскрипта. Я вот не знаю, я не знаю, мне говорят, что, наверное, лучше на бэкэнт идти, а я хочу фронт-энд заработать, и вообще мне нравится это. И идите на фронт-энд, раз вам нравится, заработать вы сможете в любом случае, но надо заниматься тем, что нравится. А куда там на фронт-энд? Ну, точка какая финишная должна быть? Я говорю, у вас финишная точка должна быть в идеале какой-нибудь фреймворк или библиотека пользовательского интерфейса, намекая на React, на VUI, на высокие матеи. Но чтобы дойти до React и до VUI, нужно иметь базу. А база заключается в чем? Первое. А. В нативном джейсе, я сейчас имею в виду первый джейс, уровень Екма. Б. Это клиентский джаваскрипт. Ну, если вы подучите фишки ES6, то будет классно. Но самая база, еще раз, нативный Екма и джаваскрипт клиентский. Программистам этот курс интересен будет тем, которые, опять же, работают и формируют страницу. Тестерам, к сожалению, вот на данный момент у нас в специалисте нету курсов напрямую, посвященных джаваскрипт тестированию. И, как бы, ну, это косяк. Это надо исправлять. Я в кулуарах после занятий некоторым рассказываю, но это, как бы, ну, это не тот масштаб, который хотелось бы применять. Но им тоже этот курс может быть полезен. Ну, а также всем верстальщикам и ковырянщикам кода, любителям ковырять GS. Ну, тем, кто хочет большего от курса получить. На несколько минут я прорываюсь на вопросы, поскольку их здесь сейчас несколько появилось, и хорошая практика во время периодической аппликации. Василий спрашивает. У вас есть статистика, сколько процентов слушателей от компаний направляются и сколько сами приходят? Ну, такой вот совсем официальной статистики у меня нету, но по моим таким вот косвенным наблюдениям, как я его замечаю, ну, может быть, 10-20 процентов я вижу, что приходят от компаний. Я вижу, e-mail у них корпоративные, я слышу, что они говорят, что они там где-то работают. Вот 10-20, ну, не больше. В декабре прошлого года было больше, что-то там Сбербанк вдруг решил, так сказать, людей подучить, и у меня там полгруппы, там, статистику испортили, больше 50 процентов было из Сбербанка людей. А так, в основном, там встречаются, там, кто-то из Касперского были, там, еще откуда-то, но еще раз, не больше 10-20 процентов. Дальше. На втором курсе про джесс и читается и про дом, и события же. Вот именно наш вебинар сейчас, как я уже сказал, заключается в том, чтобы поговорить о жизни прекрасном, сориентировать их и прорекламировать курс JavaScript расширения. Именно там мы это все и рассматриваем. Все верно. Дмитрий спрашивает. Инлайн-CSS. Вроде плохая практика. Блин, Дмитрий меня подловил, я показал сайт специалиста, а там в инлайне был написан бэкграунд стайл, а белый. Дмитрий, маленькая ремарка. Я не разрабатываю и не разрабатываю и не поддерживаю сайт специалист.ru, так что вот могу сказать, что да, это плохая практика, и, наверное, там рука дрогнула у верстальщика, и он написал то, чего, может быть, не должно быть. Итак, какие темы мы с вами собираемся охватить на курсе, который, к слову говоря, ближайший, стартует 30 числа, то есть через два дня, в четверг, в 10 часов, в комплексе Таганский, где мы сейчас присутствуем. Во-первых, это будет работа с формами. Мы будем брать формы, их элементы, инпуты, селекты, текстерия, кнопки, и заставлять их работать на нас. И когда я спрашиваю на первом уровне JS, вы что хотите, они как раз и говорят, формы хотим, хотим картинки, хотим CSS и так далее. Почему? Хочется знакомых вещей. Вот мы и начинаем он убирать. Потом работа с домом – это потрясающие вещи. Да, пожалуйста, вопрос. Дублирую вопрос для слушателей, они попросили в вебинаре. Вопрос из зала. Имеется в виду валидация форм тоже? Абсолютно верно, валидация форм тоже. Ну, представьте, вот вы знаете, что такое True-False. Вы знаете, что такое If. Ну, в идеале вы знаете, что такое Regex. Ну, я не надеюсь сильно. И вот мы берем и говорим, вот она есть форма. Вот она есть событие, которое автоматически срабатывает, когда форма пытается отправиться. И мы говорим, форма, ты не отправляешься до тех пор, пока мы не дадим добро. А дадим добро мы тогда, когда… И дальше пишем свои условия. А. Форма вся заполнена. Б. В нужных полях нужные вещи прописаны. С. Придумайте что угодно и поставьте на функцию. И в этот момент форма отправляется. Плюс есть куча интересных задач, которые я даю и использую в квестах. Напомните, мне про них еще рассказать. Например, задача, которая навеялась мне эффектом виджета опросов ВКонтакте. Ну, кто ВКонтакте есть, знаете, там есть такая штука опросов. Знаете, там останется, можно опросить сделать. Ну, голосовал. Ну, вот вы говорите, там, что вам больше всего нравится, друзья? И пишите. PHP, JavaScript, HTML, MySQL. Создается несколько односточных областей. Вы их заполняете. Там радиокнопки, там или чекноксы. Говорите, пожалуйста, голосуйте. И народ голосует, а вы видите процентаж, кто сколько проголосовал. Я часто использую, чтобы получить статистику и отзывы от моих слушателей, от моих друзей. Так вот, мы после курса слушателям одно из первых заданий, которые я в квесте предлагаю, это создать на основе знаний, полученных на курсе, такую форму, один в один, совпадающую с тем, что есть ВКонтакте. Но без серверной части. Потому что мы рассматриваем здесь клиентский JavaScript. И что вы думаете? Народ делает. Ну, надо сказать, что не весь народ делает. Где-то по статистике из группы подписываются на квест порядка 20, максимум 30% слушателей. До финиша квеста доходит обычно где-то 10-20% из тех, кто подписался на квест. Другими словами, например, 7 человек подписалось, 2-3 человек квест завершит и скажет «Вау, круто! Вы крутые, специалисты крутые». Все остальные пропадут. Кошек будут выгаливать собак, работать, кушать, спать, ездить в метро или на гречке и пыхтеть, почему у меня ничего не получилось. Ну, это такая статистика. Дальше. Обработчики событий и другие события. Самый яркий пример. Человек хочет, изучив строки на первом уровне JS, что-то уметь делать со строчками. Ну, например, разделять строчку на кусочки, склеивать ее определенным планом и так далее. И что мы это, где мы это делаем? В браузере, в консоли. После 30-го числа, 30-го числа мы будем делать это в браузере. Берете текстыриум, многосточное текстовое поле, лепите туда текст и хотите в момент копипаста, хотите потом вешаете обработчик на рядом лежащую кнопочку, нажимаете на кнопочку, и у вас с этим текстом проходит все, что вы сами хотите, а не то, что мы делаем на первом курсе в консоли. То есть этот текст обрабатывается. Хотите, заменяются символы. Хотите, там считается статистика, там, не знаю, гласных-согласных. Кто-то не выдерживает, вспоминает, знаете, такая штука давно-давно была, да и сейчас где-то есть клавиатурный тренажер. Я вот собираюсь тест сделать для курса HTML. Клавиатурный тренажер человек должен печатать быстро, придя на курс. Человек садится и печатает, как сделать клавиатурный тренажер. Берем, считываем события, нажатие, смотрим, какой символ. Публикуем упражнение, человек видит буквы. Букву правильно ввел, дальше подвигается. Букву неправильно ввел, стоит на месте, ошибка засчитана. То есть вы можете на стороне клиента делать мега потрясные вещи. Я просто уверен, что вы захватитесь и будете, ну, как бы, увлечены этим вопросом. Вот еще пример. Показываю на курсе HTML, показываю на курсе JavaScript 1, спрашиваю. Вы этого хотите? Все говорят, да. А как это сделать? У вас всегда есть два выбора. Как там, в матрице, да? Первый вариант. Вы можете взять, скачать и просто прилепить этот плагин на свою страницу, прописав стили, прописав скрипты и указав нужную атрибутовую картинку. Хотите? Не можете сложнее, не можете круче. Сделайте так. Я не говорю, что это плохо. Это для дизайнеров, это для контент-менеджеров, для некоторых. Это для верстальщиков, которые там чуть-чуть там сделали, с JS увидели и уже чуть в оборот не падают. Вот для них это круто. Это для опытных людей, которым не охота программировать. Но взять и написать свои куски кода с помощью дома и событий и заставить свой фрагмент с изображением вот так вот, анимационно увеличившись, разъехаться. И потом по нажатию закрыться, это многого стоит. С этим можно уже прийти и сказать, вот у меня портфолио, я могу так. А самое главное, я понимаю, что там написано, я не скопипастил, преподил, я написал это вместе с ним. Ну, это не обязательно говорить на собеседовании. Но разве это не круто? По-моему, это супер круто. И вот эти темы мы с вами собираемся, я вообще охватываю на курсе JavaScript. Когда я делал эту презентацию, это было буквально неделю, это вторую назад, схема прохождения наших курсов выглядела вот так. Классно. Ну, с точки зрения юзабилити. Очень. Но так, как она выглядит сейчас, это вообще нереально смотреть. То есть вы понимаете, что вы как будто находитесь в метро, но если вы начинаете читать, как там устроена схема прохождения курсов, вы делаете вот так вот. Раз и все. Почему, друзья? Ну, я должен сказать, что там, ну, 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 она там нуждается в доработке. Там вот в клиентское программирование попал вебмастеринг. Я написал, пока никто не успел отреагировать. Друзья, кто проверяет сейчас наш вебинар, я действительно отправлял письмо с предложением об исправлении. Ну, надо что-то сделать. Давайте исправить. Но, значит, еще раз, мы находимся здесь, сразу после уровня JavaScript расширенный. Знаем JavaScript расширенный. Ага, можем. Жаскай первый. Знаем JavaScript первый. Ага. Сразу переходим. Куда? На JavaScript второй. И все нормально. Василий, комментарий пишет. Сейчас попробуем посмотреть, что там. Половина фриланса делает такой на jQuery не знаю принципов прогиб программирования. Да, друзья мои, да. У меня недавно, в августе, в начале августа была группа в jQuery. Наверное, последняя в этом десятилетии, а может быть, столетии. И эту группу я начал с того, что я больше эту библиотеку вести не буду. Не потому, что половина фриланса делает такой на jQuery, а потому, что даже GitHub, так, я надеюсь, все знают, что GitHub, отказывается от поддержки этой библиотеки. Потому, что это прошлое десятилетие. Это прошлое столетие. Это то, что не используется для написания сложных, больших, структурированных проектов. Ну, Василий, это никак не противоречит тому, что вы сказали. Да, половину делает. Человек пришел, увидел в JS, пошел, прокопипасил на каком-то ресурсе. Взял, написал, увидел, что jQuery работает. И у него счастье. А, я знаю jQuery. А потом один такой приходит и говорит, я знаю jQuery, но я не знаю JavaScript расширен. Ну, дом и события. Я не поверил, друзья. Я подумал, он преувеличивает. Я начал спрашивать у него вопросы по jQuery. Он мне все ответил. Я говорю, и вы не знаете, как внутри работают эти методы и не понимаете, как к тому же он стоит. Методы говорят, я не понимаю. У меня руководство стоило прийти на этот курс. И он весь курс сидел и вздыхал, потому что вдруг для него что-то открывалось. Это вот реальный случай. Юрий спрашивает, будете записи вебинара? Да, через некоторое время обычно выкладывается на канале Специалист ТВ. Следите, если будет интересно, посмотрите. Следующее. Кого мы ждем на курсе JavaScript расширенный и что нужно знать, чтобы вы получили 100% удачу? Во-первых, хорошее, даже чуть-чуть больше, чем хорошее понимание HTML5 и CSS3. Знаете элементы? Знаете атрибуты? Знаете CSS? Будет интересно. Вы будете уже говорить о JavaScript. А те, кто не знает, они начинают выяснять. Что? Параграф может не закрываться? Что? Есть такие атрибуты, как дата мой атрибут. Это, собственно, атрибуты пользовательские. И так можно писать? Да нет. И, короче, сидишь и только думаешь. Интересно. Ну, конечно, надо бы подсказать человеку, ну, все это условия выполняют, и тут бац, и все. Поэтому уверенное знание HTML5 и CSS3. Уверенное владение JavaScriptом. Первый, на уровне первого уровня. Особо прошу обратить внимание на понимание объектов, на понимание ZES. ZES это вообще отдельная тема. Если человек приходит на курсы, понимает, что такое ZES, но спрашиваешь, что такое ZES. Дальше развитируется ситуация трояка. Первый вариант я забыл, не помню. Второй вариант человек автоматом отвечает, что такое ZES. Что такое ZES, друзья? Отлично. Вы по второй категории сейчас прошли, и я думаю, что уверен, что в третьей. В третьей категории попадают те, которые не только говорят, что это ссылка на объект, но еще и в контексте говорят, на какой объект, и это не вызывает проблем. Вы знаете, я, пожалуй, бы с вами согласился, что важное желание главное. Вот, но я всегда галочку про знание тоже оставляю, потому что люди, которые приходят с желанием изучать, они тоже делятся на две категории. Есть те, которые желают, делают, мы знаем, пошли в интернете, посмотрели, дома DZ сделают, почитали. А есть те, которые желают, но сапалец не ударяют. И все. Значит, вот такое желание. Я желаю получать миллион долларов. Вот, я желаю. Ну вот, я не так сильно желаю, значит, я получал. Так что вот так. Дальше. Значит, почему мы, почему я, почему курс JavaScript расширенный 30-го и в других числах? Во-первых, у нас, и Василий задает вопрос, тогда вопрос, как выйти из тупика основ? Значит, еще раз, переходить к реальным темам, к практике, к JavaScript расширенному, чтобы можно было пощупать. Практика. Только практика, Василий. Это вот звучит весь мой вебинар, и дальше сейчас я продал. А где ее? Отлично. Где ее брать? Это хороший вопрос. Итак. И где реальные задачи? Да. Где брать реальные задачи? Где ментора пускать? Ну, Василий, менторство, к сожалению, у нас не прокачано хорошо, но я могу себя порекомендовать как ментора, да? Мы можем найти с вами даже формы обучения. Нет, я не имею в виду, что я приглашаю всех там вне специалиста заниматься. Все в рамках. Но послушайте, что я своим, конкретно, вот кто у меня приходит обучаться, что я обещаю. То, что есть сейчас, то, что вот сегодняшнюю группу получит. И то, что получит группа, которая 30-го числа придет. Во-первых, практика. По каждой теме, по каждой лабе есть практическая работа, которую человек решает сам. Потом решает вместе со мной, проверяет задание. Естественно, но вы возразите или скажете, или подумаете, что этого же мало, 4 дня и все. Дальше. Микротесты позволяют быстро подытожить знания, незнания, правильных и неправильных ответов. В-третьих, вы скажете, ну микротесты это круто, но где же практика? Дальше практика, да? Друзья мои, квесты. Вот к этому решению я шел очень долго. И в мае 2017 года так случилось, что я решил первый раз попробовать, вожевать так, чтобы запустить. И в мае, в конце мая, в 20-х числах 2017 года я создал квест, то, что называется квестом. Это бесплатные издевательства над собой и над другими. А именно, проходя курс в конце, вы на определенных жестких условиях присылаете мне просьбу о вступлении в квест. А я вам подправляю, практическое задание, которое на 100% реально. Один из примеров я сегодня показал. Это виджет опросника ВКонтакте. Прямо оттуда выдрал дизайн, логику и говорю, сделайте. Вы уже просветлены, вы пишете код и делаете. Выполняете это задание. Получаете следующее. Выполняете его с замечаниями, исправляете. Опять выполняете, получаете следующее. Забиваете или не вписываетесь в темпы прохождения квеста. Выпадаете из квеста и мы делаем вывод. Не сильно хорошо, желаем. Что я скажу по этому году? По результатам квеста. Человек, который его проходит, а проходит, скажем так, каждый реально желающий, в конце говорит, что квест оказался фактически дополнительным курсом к этому курсу. То есть человек настолько должен вникнуть в проблему, пошарить в интернете, поспрашивать у друзей и знакомых, что он уже переключается, у него потоковое сознание направляется на то, чтобы решить проблему. И вот особенно я помню отзывы первых слушательниц, так получилось, что первые два квеста слушательницы победили, были финиши, дошли. Результат, они сказали, вот одна сказала так, я сейчас применила на практике, на рабочем сайте то, что вы мне рассказывали. Когда вы сказали, что это будет после квеста, я не верила. Она сказала, что она не верила. Она курс прошла и не верила, что может применить это все на практике. Сделала и применила. Василий говорит, где взять квест? Еще раз, на последнем занятии курса этот квест я предлагаю всем пройти желающим у меня. К сожалению, я полгода обещаю уже в квесте поучаствовать, сделать так, чтобы в квесте мог участвовать любой человек, то есть и в курсе, и после курса, но поскольку квест идет у нас пока что бесплатно, а это означает, переводим на русский язык, в свободное время преподаватель, и в ваше свободное время, то это означает, что мои возможности по масштабированию квестов ограничены очень. Я должен каждому минут 5-7 уделить, чтобы посмотреть его решение, написать замечание, отправить на переделку, опять проверить. Это занимает время. И порой вечером, обрабатывая 10-20 емейлов, я парюсь. Но поскольку я платную версию не сделал, а это работает, я продолжал есть кактусы. И тут Василий спрашивает, если я учился у Шуйкова, и у меня тупик основ, дадите квест? Конечно, очень неожиданная вещь. Ну так, а почему не у своего преподавателя вы квест попросите? Ну, друзья, сегодня у нас вебинар невиданной щедрости. Василий, я приглашаю вас в квест. По первому, подчеркиваю, уровню джесса. Ну, потому что по второму вы же у меня не были точно, а по первому можно. Если вы готовы, друзья, и это, наверное, будет нечестно, если я только Василию предложу, а всех остальных скажу, вот видите, Василий появился, он был первый, а все остальные его угодно. Я всех приглашаю в квест. Но я вынужден тогда вам продиктовать условия квеста. И будьте аккуратны. Итак, первые условия квеста. Сегодня до 20.00 вы должны мне прислать e-mail с определенной темой. Я сейчас напишу, какую. Начинаются сложности. Если вы ошибете хотя бы в одной букве этого e-mail, ну, все как в жизни, да, с заказчиком, вы в квесте не участвуете. Василий, друзья, запоминаем, кому интересно, кому не интересно, просто включите осознание на паузу. Итак, тема должна быть следующая. Квест. Так. Давайте так. Кто был у Шуйкова, или у Борисова, или у Сорначевой. А то у нас народ бывает и не, так сказать, на курсах не бывает, а в квесте. Квест. Джесс 1. Дальше полностью. Фамилия. Имя. Да? Имя. Отчество. 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 Дальше что? Сегодняшняя дата. Какое сегодня у нас число? 28. 0. 8. 2018. Василий говорит о спасибо. Василий, не спешите радоваться. Правила участия в квесте. На одно задание дается. Задание равно одна неделя. Не вписывайтесь, извиняйте, значит нету желания делать задание. Ну, понятно, да? Чтобы это не растянулось до следующего десятилетия. Да, второе. Одно задание, одно задание равно максимум, максимум, полтора письма. Что означает? Ну, где-то на два задания вы можете мне три емейла посылать. Иначе, если у нас бывают люди, да, насчет десятка емейлов по заданию. Друзья, тут не справочная служба. Тут я серьезный заказчик, который одно и то же задание всем даю. Мне надоедает это проверять. Третье. Тему. Тему письма и тело переписки. Вот там кто-то вырубился, не захотел в квестик участвовать, да? И тело переписки сохранять. Раз. Что-то там еще было. Да, заявку, заявку подать до 20.00, какого числа? Вот такое, 28.08.2018. 15.00, 5.00, решение присылать ссылкой на кодепен.айо. Это бесплатный ресурс, на котором можно просто решение разместить, сохранить ссылку из адресной строки, и мне в емейле кидать именно ссылку. Так, там, 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 вот, все, что ли. Какие-то еще были жесткие условия. Задание, задание, письмо, переписка, заявка, решение. Шестое. Если я не отвечаю, то значит одно. Либо вы выбыли из квеста, либо я сейчас не в Москве, или приборел. А значит, как это сказать, тестовое письмо. Письмо с напоминанием присылать не ранее, чем через неделю после первого. Я уехал в отпуск, а вы написали, я молчу или заболел. И вы подозреваете, что задание было хорошим, а препод молчит. Ну, скорее всего, либо проблема, либо вы выбыли. Если вы выбыли, я не отвечу второй раз. Облом. А если вы просто, если я просто приборил, я обязательно отвечу. Вот такие вот условия, товарищи вебинаристы. Вот вам ссылка в чат, так что принимайте участие. Еще раз, если вы занимались у наших преподавателей, центров специалистов, вы были на курсе GS1. Вот это акция действий. Я вернусь, пожалуй, вот сюда. Следующее. Старты ближайших наших групп. Именно у меня первое, это 30-е, 08-е, с 10-и до 17-и. Не скажу, что это самый простой темп. Это достаточно напряженный график работы. Но, тем не менее, это вот уже послезавтра. И как бы, нет. Да, послезавтра. И как бы мы можем с вами уже увидеться в роли тех, кто постигает. А следующее, это 18-го, именно у меня. Раньше тоже там есть у других преподавателей, но именно у меня. Это будет в октябре один курс с 10-и до 5-и. И также есть вечерний формат. Рекомендую тем, кто воспринимает информацию не очень быстро, потому что часто бывают люди. Я, как раз, сам тоже люблю день через день, там или по вечерам, потому что есть о чем подумать и так далее. Или другие даты можно посмотреть. Я себе ссылочку оставил. Какие у нас есть ближайшие старты. Например, у Сергея Юрьевича 9-го, он у 9-го есть. А, ну и все. И опять же, получается, в ближайшие маи. Так что, прошу любить и жаловать и подключаться. Ну и, как обычно, это бывает у нас в конце, телефон центра, наш телефон центра. Раз. А второе, мы переходим к сессии вопросов-ответов. И я должен еще, еще кому-то сказать, о чем забыл. Во-первых, квест, который по второму уровню будет. И квест, который будет по первому уровню, который вы решили подписаться. Это как небо и земля, потому что первый уровень, все равно, мы продолжаем изучать базовые вещи. Да, вот там объекты, массивы, сортировка. А второй уровень, это реальное построение виджетов, реальных виджетов. Так что, имейте в виду. И еще один, последний, пожалуй, пункт, прежде чем вы начнете задавать вопросы. Я точно знаю, что очень маленького количества преподавателей, центра специалистов, есть подпольные, секретные группы ВКонтакте для своих выпускников. В которых они отвечают на вопросы по темам курса. Не только во время курса, но и после курса. Я уверен, что вы обязательно догадаетесь, у какого из преподавателей есть подобная офшорная организация ВКонтакте. И сделайте определенную выводу. Я на этом сейчас замолкаю. Фактически, то, о чем я хотел вам рассказать, как выйти из тупика JavaScript, я сказал. Я надеюсь, что это для вас прорисовало картину решения. Клиентский JavaScript. И если это не так, то, наоборот, буду сожалеть. И мы переходим к вопросам уже в неформальной обстановке, когда можем пообщаться не так, чтобы напрягаться, там, вебинар, пишутся культурные или некультурные вопросы. А вот все как есть, без, как это называется на телевидении, без прикрасок, это еще слово используется. Вам же желаю хорошего вечера. И надеюсь, что вы будете развиваться в сфере веб-разработки и совершенствоваться. Спасибо, что нашли время и послушали мой скучный голос, этого скучного рекламного вебинара все эти минуты. Спасибо и всем все удобнее.